Без освежителя воздуха невозможно дышать. Каждое утро многодетной мамы Ольги Михайловны начинается с проветривания квартиры. Живет семья на первом этаже, а поскольку у многоэтажки часто происходят аварии, вынуждены дышать нечистотами. Сашина одежда, понимаете, она пахнет, вот я ее стираю курточки, она пахнет, как вам сказать, цвелым. Цвелым воздух пахнет, вот одежда, которая все хранится внизу, ее обязательно на себя не оденешь уже с таким запахом. Ее надо либо перестирывать, либо что-то такое там, допустим, что не жалко, выкидываю. Последний прорыв произошел 2 января. Канализационные истоки заполнили подвал жилого дома. Мы постоянно на воде сидим. Нам всегда водоканал обещает откачать. ЖЭУ что-то пробует, но ничего они не делают, можно так сказать. Потому что диспетчерам мы постоянно звоним, они говорят, мы передали мастеру, мастер, тишина. И вот все у нас стоит на уровне того, что мы постоянно на плаву. Жильцы дома постоянно звонят в аварийные службы. В этот раз повезло. Диспетчер водоканала ответил, засор наконец-то прочистили. Однако нет никаких гарантий, что он не появится вновь. Проживаем мы на первом этаже. У нас постоянно происходят засоры. Идут фекалии через унитаз, через ванную. Обращались в управляющую компанию и в жилы инспекцию, и в прокуратуру, и в префектуру. Никакие меры не принимаются. До 2010 года у нас никаких засоров не возникало. А вот с 2010 года, 2018, мы боремся, но никаких мер не принимает ни управляющая компания, ни какие-либо социальные службы. Вход в подвал сейчас закрыт. Но, судя по пару, там до сих пор стоит вода. И даже здесь доносится невыносимый запах канализации. У аварийных служб к жителям тоже есть претензии. В канализации находят ветошь и погибших животных. Однако за всеми соседями не уследишь, а слуховые окна обязаны закрывать управляющие компании. И до тех пор, пока все коммунальные предприятия и жильцы не найдут общий язык, в многоэтажке снова и снова будут возникать проблемы с канализацией.